Наш парный дистантный анализатор обладает пятью функциями. Светоощущение или сумеречное зрение, цветовое зрение, дневное зрение, периферическое зрение, поле зрения, центральное зрение, острота зрения, бинокулярное зрение. Сумеречное зрение. Эта ахроматическая функция обеспечивается палочковыми нейросенсорными клетками. Наружные сегменты этих рецепторов тесно контактируют с пигментным эпителием. От 20 до 100 палочек соединяются с одним-вторым нейроном, образуя своеобразные поля. Этим объясняется высокая чувствительность палочко-несущих рецепторов, а также низкая острота зрения. Недостаточность поступления витамина А в организмы ткани приводит к нарушению сумеречного зрения, гемерлопии, называемой еще куриной слепотой. При гемерлопии человек с наступлением сумерек ничего не видит. Способность анализировать отдельные участки видимого спектра осуществляется колбочко-несущими фоторецепторами. Максимальная чувствительность их приходится на 560 нанометров. Существует два вида врожденного нарушения цвета ощущения. Ослабление восприятия красного цвета, протаномалия или дельтонизм. Ослабление восприятия зеленого цвета, дейтераномалия. Диагностика нарушений цвета ощущений производится с помощью полихроматических таблиц Рабкина. Таблицы построены так, что пигментные пятна различны по тону и насыщенности, но одинаковы по яркости. Цвет аномалы видят скрытые цифры и фигуры. Полихроматические таблицы удобны при массовых обследованиях населения. Нарушение цвета ощущений наблюдается у 4% мужчин и половины процента женщин. Более точная диагностика проводится с помощью приборов аномалоскопов. Пациент сравнивает по цвету две половины поля зрения, в котором верхняя половина монохроматический желтый цвет, а нижняя смесь красного и зеленого цветов. Это смешение цвета аномал воспринимает как желтый цвет, уравнивая по цвету обе половины. Живописцы известны точным восприятием и передачей цвета. При прото-аномалии художник, копируя, заменяет красный цвет на другой. При дейтер-аномалии копиист неверно передает зеленый цвет. При освещении фоторецепторов происходит фотохимическая реакция в молекуле родопсина с гиперполяризацией их мембран. Это дает начало нервного возбуждения. Одновременно пигментные эпители заполняют промежутки между рецепторами, фагоцитируя их распавшиеся диски. В темноте пигментные эпители возвращаются в исходное состояние. Дневное освещение позволяет нам воспринимать всю гамму цветов и различать мелкие детали. При резком снижении освещения до сумеречного в течение какого-то времени глаза ничего не видят. Затем сначала появляется голубой василек в сером цвете, а затем красный мак в черном. Дальнейшее повышение освещения приводит к включению колбочек в акт зрения. Границы полей зрения, суженные верхними краями орбиты, переносицы и щеками. Существуют участки сетчатки, в которых зрительный акт невозможен или возможен при известных условиях. Проекция их в поле зрения носит название скотома. Проекция зоны диско-зрительного нерва соответствует положению физиологической центральной абсолютной отрицательной скотомы. Слепое пятно. Для обнаружения его следует закрыть левый глаз, а правым смотреть на крест и в это время медленно отодвигать рисунок. В каком-то месте круг исчезнет, так как его изображение попадает на слепое пятно. Но если закрыть правый глаз, то пропадает изображение креста. В сумерках перед собой человек ничего не видит, ориентируясь периферии поля зрения. Это обусловлено возникающей физиологической центральной относительной отрицательной скотомой. Третья физиологическая отрицательная абсолютная скотома, это ангиоскотома. Тень собственных сосудов сетчатки можно увидеть при трансклеральной диафаноскопии, что носит название аутоофтальмоскопии. Рассматривая две точки, которые проецируются на одну или даже две смежные колбочки центральной ямки желтого пятна, человек воспринимает их как одну. Только если между возбужденными колбочками будет одна невозбужденная, наблюдаемые точки воспринимаются как две. Угол, под которым две точки видны раздельно, равен одной минуте. Такую остроту зрения принято считать равной условной единице. В основе бинокулярного зрения, объемного восприятия внешнего мира, лежит физиологическое двоение промежуточных предметов точек. Физиологическое двоение легко ощутить, если при взгляде вдаль расположить перед собой какой-либо предмет, например, карандаш. Он будет двоиться. При переводе взгляда на карандаш будут двоиться предметы фона. Двоение желтой точки исчезает при перемещении ее в плоскость красной, то есть при их совмещении по плоскости. Характерным примером нарушения бинокулярного зрения является содружественное косоглазие аккомодационного типа, которое исчезает при очковой коррекции. Вторым типом нарушения бинокулярного зрения является паралитическое косоглазие. При этом затруднено или отсутствует движение глазного яблока в сторону поврежденной мышцы, в данном случае влево. Оно сопровождается мучительным патологическим двоением. Таким образом, наш зрительный анализатор простирается от сетчатки до коры головного мозга. Благодаря ему мы можем получать объективное отражение в центральной нервной системе, информацию об окружающем нас мире. Вместе с тем, зрительный анализатор реагирует на физиологические и патологические сдвиги в организме и точно отражает состояние всех систем. Этот большой объем симптоматики имеет исключительное значение для диагностики не только в офтальмологии, но и во всех медицинских дисциплинах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова